Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. На самом деле, сегодня такое необычное видео. Мне кажется, я впервые такое делаю, потому что мы сегодня будем с вами говорить не только об уходе за кожей, но и о макияже тоже. Потому что мы сегодня поговорим, как добиться эффекта холеной, сияющей такой вот изнутри кожи, и чтобы это было максимально нативно и красиво, и чтобы это действительно вас радовало, не смотрелось жирным блином. Мы сегодня поговорим о том, как подготовить кожу, для такого эффекта, какие косметические средства из ухода лучше использовать, чтобы добиться такого эффекта, и какие средства для макияжа абсолютно неочевидно, нативно могут обеспечить вот это вот свечение. Конечно, когда мы с вами говорим о том, чтобы кожа была глянцевой, чтобы она была сияющей, нам здесь с вами не обойтись без кислот. И первое, о чем я хочу поговорить в этом видео, это два продукта от бренда IGESKIN. Первый продукт – это гель для умывания с салициловой кислотой. Это то, что вы можете использовать на ежедневной основе, вне зависимости, на самом деле, от того, какая у вас кожа, но, конечно, лучше для проблемной кожи. Очень хорошо использовать такой гель и на зрелой коже, потому что давайте с вами не забывать, что салициловая кислота – достаточно многофункциональный ингредиент. Салициловая кислота не только растворяет кожный жир, работает с черными точками, обладает антибактериальным эффектом. Салициловая кислота – это кератолитик, поэтому она обладает и отшелушивающим действием, она снижает постепенно выработку меланина, то есть работает с пигментацией, улучшает рельеф кожи. Поэтому в качестве такого средства, которое будет улучшать постепенно рельеф кожи, но делать это мягко, без агрессивного воздействия на кожу, это не какой-то пилинг салициловым или еще что-то, я бы рассмотрела именно кислотный гель для умывания. Вы все его хорошо знаете, я вам не раз его показывала. И несмотря на то, что здесь написано «но акне», даже если у вас акне нет, я объяснила, по какой причине будет здорово, если вы введете его в ваш уход. У бренда есть еще один продукт с кислотами, который я очень люблю. Здесь, опять же, невысокая концентрация гликолевой кислоты. Его можно использовать и для лица, и для тела. И у него формат в виде спрея. Если вы используете такой продукт на лицо, конечно, его нужно будет сначала побрызгать на ватный диск и протереть лицо, избегая власти вокруг глаз. На все остальные участки, на декольте, плечи, спину, везде, где вам нужно воздействовать кислот, чтобы улучшить состояние кожи, чтобы улучшить отшелушивание роговевшей кожи, для того, чтобы убрать признаки гиперкератоза, для того, чтобы работать, может быть, с проявлением акне. Оно может быть и на груди, и на плечах, и на спине. Понадобится вот такой спрей. И удобство этого спрея в том, что он очень мелкодисперсный, и он действительно очень хорошо и быстро распыляется. То есть совершенно без проблем вы достанете даже до таких труднодоступных зон. И даже когда вы переворачиваете флакон, он все равно продолжает распылять. Я это средство очень полюбила за последнее время. Часто его использую. Опять же, это и про пигменты, это и про сияние кожи. Гликолевая кислота, она такая королева альфа-гидроксикислот. В общем-то, салициловая гликолевая кислота из всех кислот обладает самым маленьким молекулярным размером. Поэтому и действует наиболее активно. Но здесь важно то, что это небольшие концентрации. И даже летом вы спокойно можете их использовать, и переносятся они хорошо. Конечно, среди отшелушивающих средств могут быть продукты разного формата. И совершенно не обязательно это должны быть кислоты. Это могут быть и энзимы. Энзимы для того, чтобы совершенствовать рельеф кожи. Это очень хорошая находка. У бренда Icon Skin есть огромное количество, ну не огромное, может быть 3-4, энзимных пудр, и я их вам показывала. Они прекрасные. Но я хотела бы вам напомнить о существовании вот такой вот энзимной маски, которую можно также использовать 2, и может быть даже 3 раза в неделю. Эта маска на основе глины, она вот такая оранжевая. Вы ее наносите на чистую сухую кожу, держите положенное время и смываете. То есть такой продукт является гибридным. Не зря он называется 3 в 1, потому что он и отшелушивает, и улучшает цвет лица, и действует как такой мягкий энзимный пилинг. Поэтому не забывайте, что такое существует. Если же все-таки вы хотите сияющей кожи, и вам все-таки ближе, например, формат кислоты пилингов, именно для сияющего цвета лица я бы вам рекомендовала вот этот вот пилинг с витамином С. Здесь не только витамин С, здесь разные кислоты, здесь их комплексы молочные, миндальные, салициловые, но здесь же есть и коевая кислота, которая эффективно работает с пигментацией, то есть помогает постепенно выровнять тон кожи. У этого продукта достаточно высокий PH, PH 3,3, поэтому его также можно использовать даже в летнее время года, поэтому здесь никаких проблем с этим не возникает, но мы его используем, конечно, не так часто, как, например, энзимные пилинги, это где-то раз в 10 дней, может быть, раз в 7 дней. И есть еще такой формат, как шлифовки для кожи, это то, что действительно помогает сделать рельеф кожи совершенным, кожу более сияющей. Ну и вот, например, я очень люблю Сесдерма Абродермол, вот это вот средство от слова дермобразия, здесь образовано название. Это вот такой вот крем, и в этом креме множество маленьких частичек, которые вы даже не видите глазом, но когда вы начинаете массировать этот крем, распределять его по коже, эти маленькие частички не скрабируют, а именно шлифуют вашу кожу. Хотела бы обратить ваше внимание, что в этом месяце по промокоду Вебер на всю косметику Сесдерма, как всегда, действует скидка 15%, но именно в этом месяце, в июне, она суммируется с другими скидками, предложениями на сайте, кроме наборов. Поэтому абсолютно на любые товары, даже акционные, вы можете получить двойную скидку. Получается, если 15 плюс 15, это 30%, поэтому получается очень выгодно. Давайте сделаем с вами небольшую паузу в уходе, мы выяснили, как подготовить кожу, и логично, что для того, чтобы кожа была сияющая, нужно использовать какие-то отшелушивающие компоненты, это может быть абразивное очищение, это может быть кислоты, это могут быть энзимы, но макияж, от того, какой он, от него зависит действительно очень много. Конечно, когда мы говорим о сиянии кожи, в том числе о сияющем макияже, одно из первых, что приходит на ум, это, например, блески, подсвечивающие основы и хайлайтер. Блески для губ, я имею в виду, потому что блеск на губах тоже сказывается вообще на всем макияже, и макияж с блеском, поскольку он такой получается более свежий, цвет у блесков, как правило, ненасыщенный, он в целом дает ощущение более свежего образа, особенно на зрелой коже, когда уже есть обилие морщинок, например, когда губы более тонкие, а блески всегда увеличивают губы в объеме. И здесь бы я хотела обратить ваше внимание на блески, вернее, если быть точнее, это масло для губ от бренда Glow Me. Там есть несколько разных оттенков, я для себя выбрала три. Такие цветные упаковки, по которым вы видите, какой оттенок блеска находится внутри. Красивая сама упаковочка. Здесь большой спонж, обратите внимание. Самый яркий оттенок здесь, это вот этот вот малиновый, очень красивый, ягодный вот этот вот оттенок. На губах он смотрится нейтрально и очень нежно. И такой коралловый оттенок, может быть, с более ярким оттенком, чем свой естественный оттенок губ. Вот как они смотрятся на руке. И здесь особенность этих масел в том, что они сочетают в себе свойства ухаживающие, как масло, свойства блеска, то есть они дают такой красивый глянец. И у них же есть свойства тинта. То есть вот этот вот оттенок, который остается на губах, он достаточно стойкий. То есть масла не впитываются моментально в губы, как это бывает иногда. Блеск сохраняется надолго, и надолго сохраняется вот этот вот свет. Можно использовать как с карандашом для губ, масла не меняют текстуру карандаша, так и отдельно. И получается такой сияющий, очень свежий макияж. Если продолжать дальше тему макияжа, конечно, можно выбрать для себя какую-то подсвечивающую базу под макияж, которая бы красиво рассеивала свет, и даже не под макияж, чтобы ее можно было использовать, а как самостоятельное средство. Здесь уже много лет. Мой фаворит – это MAC, Stroke Cream, увлажняющий крем, который дает эффект подсвечивания. Он раньше был в другой упаковке, в такой, в черной, с дозатором. Сейчас у него вот такой вот тюбик. У меня это оттенок Peach Light, потому что там еще есть другие оттенки. Но мой самый любимый – это оттенок Peach Light. Я думаю, вы легко узнаете этот продукт. Он достаточно популярен. И его особенность заключается в том, что он дает очень мягкое свечение. Он как бы рассеивает свет. Там есть светоотражающие частички, то есть это именно продукт с эффектом уже макияжа, но при этом их совершенно не видно на лице. Это не блестки. И в результате мы получаем такую подсвеченную, красивую кожу, что особенно хорошо для лифтинг макияжа и не только. И на самом деле этот продукт достаточно хорошо кожу и увлажняет. Поэтому обычно, когда я его в летнее время использую, я наношу его прямо на сыворотку, например, под тональный крем. Но если у вас кожа очень сухая, и на обычный крем его будет наносить уместно. У бренда MAC есть еще один продукт – Dewy Skin Tint. Он называется. Это новинка. У меня это оттенок Light 2. Это считается тональным кремом, но его тоже можно использовать как праймер. Хотя на самом деле, как такового оттенка, он практически не имеет. Он делает очень красивую, такую вот как глазурированную кожу. То есть есть какое-то и подсвечивание с помощью светоотражающих частиц. И текстура у него у самого очень необычная. Он немножко как такой тентованный бальзам вот с этими светоотражающими частицами. Можно наносить под макияж, можно наносить на отдельные зоны лица. Но лицо действительно получается такое холеное, сияющее. Для эффекта вот такой сияющей кожи, чтобы это было не видно, я очень люблю использовать кушоны. Здесь мне нравится кушон от бренда Sue Skin. Вы, кстати, у меня спрашивали, какой у меня оттенок. У меня 21 оттенок. То есть отвечаю на ваш вопрос. Здесь в комплекте есть еще один рефил, где есть кушон и спонж. И вот этот вот кушон, мало того, что у него прекрасная органолептика, у него есть фактор защиты от солнца, он еще и ложится на кожу с очень красивым финишем. Он действительно сохраняет естественное сияние кожи. Он ни в коем случае не матирует. Все зависит от того, какой на самом деле праймер и крем вы выберете под него. Но он делает лицо таким естественно сияющим, без ультраблеска. То есть это эффект здоровой, красивой кожи. Тоже очень его люблю. И мне нравятся те эффекты, та степень маскировки, которая у этого кушона есть. То есть он не абсолютно прозрачный. Ну и, конечно, самым очевидным, что может использоваться для блеска лица, это хайлайтеры. Но когда мы говорим не об ультраблеске, чтобы его было видно издалека и было понятно, что у вас хайлайтер, вот здесь начинаются проблемы, не совсем понятно, какой продукт подобрать. Конечно, Light Scopade, от бренда MAC, Mineralize Skin Finish, знаменитейшая пудра. Она дает эффект подсвеченной кожи, но как бы влажной кожи, как бы сияющей изнутри. То есть у этого продукта нет ярко выраженного блеска, нет мерцающих частиц, его можно наслаивать. Он дает именно вот тот самый эффект холеной, гладкой, как будто бы заполированной кожи. Есть похожий по финишу хайлайтер от бренда Makeup Obsession. И этот хайлайтер, на самом деле, заявлен как румяна, но, конечно, это не румяна, это хайлайтер. Вот он тоже дает эффект гладкой такой заполированной кожи и совершенно непонятно, что это хайлайтер. Вот у MAC чуть более желтоватый оттенок, у Makeup Obsession здесь более розоватый, но на коже, конечно, они с трудом различимы. То есть один более холодный, это Makeup Obsession, вот этот вот MAC. Посмотрите, что вам ближе. Но красиво на коже смотрится и один, и другой. Мы поговорили с вами о том, как подготовить кожу. Здесь у нас с вами все шелушивающие средства. Мы поговорили с вами о продуктах для макияжа. Теперь давайте перейдем к несмываемому уходу, который можно наносить под макияж, и который тоже поможет создать ощущение свежести, сияющего лица. Во-первых, я еще раз хотела бы вам напомнить о существовании линейки I'm From Mushroom Collagen с моим любимым грибом Trimelo. Вот я гриб Trimelo и люблю как раз таки за то, что у него ярко выраженные влагоудерживающие свойства. И он действительно сам по себе такую как пленочку создает на поверхности кожи. И он обладает сам по себе таким финишем, что помогает отражать свет. Вообще сам гриб как такое гиалуроновое желе. Поэтому, когда вы наносите этот экстракт на кожу, есть такой вот эффект, как от хорошего праймера, может быть, с гиалуроновой кислотой. При том, что эти средства не жирные и не липкие, они действительно на поверхности кожи создают хороший финиш. Сыворотка и крем выглядят очень интересно. Такие опаковки цвета Taup. Видимо, они хотели передать, как выглядит гриб Trimelo. А он, в общем-то, вот так вот и выглядит. То есть, какая-то мутноватая желеобразная субстанция. И когда вы распределяете эту сыворотку по коже, она полностью впитывается, но у нее есть вот этот какой-то эффект подсвечивания кожи. Ну и более утрированный эффект можно получить вот от этого крема. Он кажется достаточно плотным в упаковке, но он на самом деле хорошо на коже подтаивает. Он подтаивает, распределяется и тоже имеет вот эффект оставлять как будто бы такой сияющий, немножко глянцевый финиш, не жирный и не липкий, но ощущение подсвеченного лица, оно действительно есть. Еще хотела вам напомнить про такой крем, который называется Elevon Water Drop, который непосредственно на вашей коже превращается в капли воды. Я этот крем показывала в прошлом году неоднократно. У него очень много поклонников, особенно на летний период времени, потому что он наилегчайший, этот крем. То есть, вот какая у него текстура. Потому что он идеально подходит на лето. Но его суть в том, что когда вы начинаете его распределять по коже, он превращается на кожу, как в такие капельки воды, которые вы продолжаете массировать. Вот это именно ощущение влаги такой на вашей коже. И на самом деле этот крем оставляет финиш вот такой влажной кожи. Это, собственно говоря, тот эффект, к которому мы многие и стремимся. Мы хотим создать эффект влажной, такой как глянцевой кожи. И этот крем справляется с этим очень успешно. Если мы с вами говорим не просто об эффекте увлажнения или каком-то визуальном эффекте, посмотрите, матовая рука, такая сияющая глянцевая рука, о таком уходе, который будет ещё дополнительные какие-то оказывать эффекты, то здесь, конечно, витамину С равных нет. А если 5 форм витамина С, так и вообще прекрасно. Потому что витамин С действительно существенно улучшает цвет лица, он помогает и снять покраснение, он как антиоксидант обладает и противовоспалительным действием, он укрепляет сосудистую стенку, он работает с фигментацией. То есть витамин С – это один из самых многофункциональных компонентов. И при учёте, например, что в сыворотке Создерма, а это сыворотка Создерма, 5 стабильных форм витамина С, причём очень современных, глубоко проникающих, долго действующих, это хороший выбор. Я для себя такую сыворотку повторяю уже во второй раз. Для меня это абсолютный мастхэйв. Она действительно существенно влияет на цвет лица, и это подтверждают и ваши отзывы. Поэтому, если вы хотите, чтобы эффект сияния был не просто чисто каким-то косметическим, чтобы визуально кожа оценилась как более сияющая, потом вы умылись, и этот эффект прошёл, чтобы это было действительно такое сияние изнутри, то на антиоксиданты вообще в принципе нужно активно налегать, не обязательно на витамин С. Но мне кажется, что витамин С в этом плане вот прямо король антиоксидантных ингредиентов, потому что он правда хорошо влияет на цвет лица. И последнее, о чём нам с вами осталось поговорить, это маски. Во-первых, у бренда Жан Марини есть маска, которая называется Luminate Face Mask. Она входит в аналогичную линейку, куда входит, например, сыворотка-акселератор против пигментации. Это сыворотка на базе глины. Здесь есть молочная кислота, миндальная кислота. Здесь очень много антиоксидантов в составе. И эта маска действительно существенно влияет на цвет лица, на цвет кожи. И она после того, как вы её смываете, вот создаёт тот самый эффект холёного лица. Выглядит упаковке очень похоже, поэтому внимательно смотрите, что вы покупаете. То есть это вот такая достаточно на самом деле жидкая маска. То есть она тонким слоем и легко распределяется по поверхности кожи. В момент нанесения лично у меня чуть-чуть покалывает. Для меня это маска, которая сочетает в себе и функции очищения, и функции пилинга, и функции выравнивания тона кожи. То есть это такой многофункциональный продукт. И действительно, что мне нравится у Жан-Марини, у масок Жан-Марини, что вы видите результат очень быстро. То есть фактически после первого применения вы видите, что цвет лица изменился, кожа стала такой как будто бы более подсвеченной, эффект пилинга присутствует, это тоже здорово. Если продолжать тему антиоксидантов. У бренда Dear Klairs есть маска витаминная. Здесь не только на самом деле витамин Е, здесь есть и другие антиоксиданты. Это достаточно популярный продукт у бренда, это не новинка. Но маска свою работу действительно делает хорошо и обладает, знаете, как таким эффектом золушки. Она как крем-желе, что-то похожее. Вы наносите ее на кожу, оставляете на некоторое время. Она помогает очень здорово снять следы усталости. Здесь антиоксидантов много, как я уже сказала. И тот же самый витамин С, она помогает взбодрить кожу, если так можно сказать. То есть кожа после нанесения этой маски действительно более какая-то свежая, более отдохнувшая. То есть она действительно положительно влияет на цвет лица, поэтому для нашей с вами задачи прекрасно подходит. Ну и последняя маска тоже с энзимами, в общем-то, как и маска Icon Skin, такие ближайшие коллеги на самом деле друг к другу. Это маска с тыквой, с энзимами тыквы от бренда On Me. Я второй раз уже беру эту маску, она мне очень нравится. Она не вызывает у меня покраснения, но есть отзывы от некоторых пользователей, что лицо кратковременно краснеет после нанесения. Как говорит сам производитель, это вариант нормы. Но если у вас, конечно, это покраснение остаётся надолго, то, очевидно, этот продукт вам не подходит. Но здесь смысл в том, что этот продукт, опять же, и очищает кожу, и обладает эффектом пилинга за счёт того, что здесь содержатся энзимы. Энзимы работают в роговом слое кожи. Энзимы – это ферменты, это некислоты. Они помогают расщепить вот эти мостики, они называются корнеодисмосомы, между роговыми чешуйками кожи, и те просто легче покидают кожу. Но самый нетравматичный вид пилинга, какой только может быть, – это энзимы. Я очень надеюсь, что мои лайфхаки, мои рекомендации по поводу того, как сделать кожу холёной и сияющей, вам пригодились или пригодятся. А пока что расскажите ваши секреты, как добиться такого эффекта на коже, который все мы так любим. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всего хорошего. Пока!